И, кстати, раз уж заговорили об этой коробке, я не успела в России получить апрельскую коробку, то есть она приехала, когда я уже уехала. И вот на самом деле сейчас ее отправляют обратно к отправителю в Нидерланды, и на самом деле на сайте мне сказали, что они вернут мне за нее деньги. Поэтому, если у вас вдруг такая история получилась, что вы уехали в отпуск, не успели ее получить, поменяли адрес или что-то типа такого, то обязательно пишите в магазин, в принципе, почта через 30 либо сколько-то плюс дней, сами знаете нашу почту, отправить обязаны обратно эту посылку. И когда она обратно вернется на склад, то общая такая практика в нормальных магазинах возвращать деньги обратно. Возможно, возьмут какую-то сумму за доставку, но это все равно лучше, чем не получить ничего. Что-то никак не могу расстаться вот с этой коробкой, какая-то она волшебная. Хочу показать вам два средства из этой коробки, которыми я пользуюсь на этой неделе, и что-то они мне как-то очень понравились. Вот особенно этот крем. Это крем для лица от Nao Bay, натуральный органический Oxygenating, то есть наполняющий кислородом и увлажняющий. В чем супер-мега-фишка этого крема? Он увлажняет, при этом он впитывается практически без остатка. Я ношу его на лицо, у меня кожа комбинированная, и он кожу каким-то образом балансирует, что она в течение дня и потеет, и блестит гораздо меньше. И также он обещает, что на него макияж хорошо ложится, и это тоже правда. Макияж очень хорошо держится и BB-кремы, и тональные кремы, и если праймер какой-то тоже используют. В общем, на самом деле я невероятно довольна. И здесь целых 22 мл. То есть это внушительная упаковка, которую можно будет достаточно долго использовать. Поэтому успею протестировать его даже в самой дикой жаре. И крем от Кадали Premier Crew. Я на самом деле сейчас использую также крем от Кадали, но из серии с полифенолом. Также вам его показывала в своих фаворитах. И вот этот крем сейчас мне тоже очень понравился тем, что у него более плотная такая текстура. Она похожа на очень-очень густо взбитый крем. И поэтому он меньше расходуется, очень хорошо распределяется и быстро впитывается. В отличие от крема с полифенолом, также от Кадали, тот крем более влажный. Вот этот какой-то более концентрированный. И для жаркого времени года, мне кажется, этот крем подходит лучше. Конечно, я буду их также дальше тестировать. И в видеокоробочке я расскажу вам новые подробности. Если с нами тусуются мальчики, то огромный вам привет и отдельный поцелочек. Но сейчас будет такая более личная новость для девочек. Я просто вам покажу эти фотографии, если вы задумывались о нижнем белье, которое было бы вам удобно летом. А сейчас все-таки мы носим очень много открытых каких-то топов и платьев. То есть, если вы поглядывали на такое белье, которое можно носить пятью разными способами, в зависимости от одежды, то обязательно купите себе такую штуку. Вы забудете о том, что такое торчащие или спадающие лямки. Зимой это кажется совершенно ни к чему, а вот сейчас, мне кажется, очень многие оценят. А это будет более универсальная новость, которая при каких-то обстоятельствах может подойти и мужчинам. Я думаю, что девочки уже практически все слышали, что для бритья можно использовать кондиционер для волос, который вам не подошел. Я не помню такого случая, чтобы кондиционер для волос мне вот настолько не подошел, что его нужно было только выкинуть или использовать каким-то другим способом. Поэтому обычно я покупаю какой-нибудь самый простой и дешевый кондиционер для волос, который я использую периодически для бритья. Вот этот стоил 1,99 лев, это примерно 1 евро. И здесь на минуточку 250 миллилитров. Тонким слоем на влажную кожу чуть-чуть подождать, и с этой штукой вам гарантировано меньше порезов, меньше сухости и более гладкая кожа. Сегодня получается какой-то летний ориентированный выпуск, столько летних советов каких-то и продуктов, а вот о купании мы еще с вами не поговорили. И на эту тему мне на эту неделю прислали вот такое вот видео с купающимися собачками. Честно говоря, впервые вижу бассейн, который посвящен только собачкам. Наверное, собачка в центре тоже видит впервые такой бассейн. И если кратко, то вот таких животных можно встретить на мели и небольшой глубине. А если говорить о глубине в 11 тысяч метров, то наконец-то нам будут показывать Дом-2 еще и оттуда. Живая онлайн-трансляция с морских глубин теперь открыта в интернете, и можно сходить посмотреть, как у них погода, чем они занимаются и что вообще там такое таинственное и, возможно, зловещее, живет на глубине 11 тысяч метров. Но, насколько я знаю, ни Кракена, ни Ктулху там еще не обнаружили. Наверняка именно о них вы и подумали, если у вас фантазия работает так же, как у детей из этого видео. По моим воспоминаниям, мне было просто прикольно что-то делать, либо во что-то поиграть, там куда-нибудь залезть, с чего-то на что-то перепрыгнуть. Но так вот, чтобы вокруг было что-то совсем другое, я, мне кажется, не представляла. Но сама идея видео мне понравилась, особенно если учесть, что сейчас есть такие очки виртуальной реальности. Через несколько лет дети действительно смогут в этих очках прыгать с дивана на кресло и представлять, что там лава или что они проходят какой-нибудь волшебный квест. Ну, а тем, кто будет постарше этих детей, будет казаться, что их детство и их игрушки выглядели примерно вот так. На этой неделе посмотрела фильм Warcraft, в IMAX 3D, это лучшее качество фильмов, которые я вообще когда-либо видела. И надо сказать, что я понимаю тех, кто сказал, что после просмотра этого фильма они не прониклись. Несмотря на то, что Россия занимает третье место по прокату фильма Warcraft после США и Китая, я уверена, что далеко не все просто в теме этой игры. Я сама никогда в эту игру не играла, но невероятно оценила то, как они сделали все эти доспехи, все эти локации, то, что наконец-то на экране появились вот эти магические заклинания, то, что в играх это все-таки выглядит немножко по-другому. Все детали, визуальные эффекты выглядят просто потрясающе, особенно если даже в IMAX 3D смотреть кожу орков, она выглядит, ну, как будто это реальный человек, просто такой огромный, уродливый. Все очень-очень реалистично и качественно, вплоть до волос на спине у главного героя. Ну, и сюжеты, последовательность действий тоже взяты как будто бы из игры. Вот здесь, когда у тебя нет джойстика, и ты там не участвуешь как главный герой, все это может показаться немножко странным. С точки зрения консольной игры, все супер, и когда герой куда-нибудь приходит, перед ним сразу открывается дверь, и это случилось непонятно почему, и, ну, потому что он избранный, ну, это просто надо принять как данность. В игре ты проходишь, и они будут тебе говорить одну и ту же фразу, пока ты не сделаешь что-нибудь правильное, и не пройдешь дальше. Вот в фильме местами тоже складывается такое впечатление, поэтому многие как раз могли не проникнуться этим фильмом. Но все-таки как и в играх, так и в этом фильме, как мне кажется, сюжет, хотя и несет такую основную направляющую функцию, это все-таки не главное. Главное это гейм-экспириенс, то есть тот опыт, который вы получаете в процессе игры или просмотра фильма, потому что с визуальной точки зрения то, что вы увидите, это будет очень круто. Это очень высокое качество воссоздания какой-то альтернативной вселенной. Причем это все очень реалистично и красиво, и первая открывающая сцена фильма, где все очень красиво, и грызон выходит вдаль, она снята практически от первого лица, как будто вы непосредственно вошли в игру. Для тех, кто любит богомати, особенно в Варкрафт, это, конечно, обязательно к просмотру фильмы, и для всех остальных просто посмотреть на эффекты, на зрелищность массовости, то, что сейчас вообще возможно. Все-таки надо понимать, что это параллельная вселенная, это что-то совершенно другое. То, что когда я в видео о фаворитах упомянула фильм «Гражданская война» с Капитаном Америка, с Железным Человеком, с Человеком-Поком и другими популярными героями, в комментариях девушка мне написала, что это фу, разочарование, что Варкрафт это круто. Это разные вещи. И тем, кому нравятся супергерои и некое погружение все-таки в нашу реальную жизнь и в некую современность, то вам может показаться странным Варкрафт, потому что это параллельная реальность. Варкрафт оторван от реальности, это нечто другое, и мне кажется, что это даже фильмы разных жанров. Поэтому, если вы все еще определяетесь, стоит ли смотреть этот фильм, просто имейте это в виду. И вообще кажется, что игры, фильмы, сериалы, книги, комиксы — это совершенно разные вещи, и ожидать от них нужно разных вещей. Например, в фильмах «Капитан Америка» все еще добрый и замечательный, а вот в комиксах недавно мы все узнали, что он на самом деле все это время был агентом Гидры. И вообще был засланный казачок и какашка. В комиксы мне мало нравится, но это была такая большая новость, что ее очень много и долго обсуждали в интернете, в общем-то продолжают обсуждать. И пока там идут споры, я примыкаю к тем, что все-таки в конце окажется, что «Капитан Америка» был добрый, а это просто был один большой заговор, чтобы победить вселенское зло. И, кстати, это «Капитан Америка», еще «Человек-паук» и даже вот этот вот рог из сериала «Викинги» — это даже какая-то точная копия чего-то рога из этого сериала. В общем, все вот это у нас должно появиться в видео на следующей неделе, в видео о коробочке. И я даже планирую выложить одно видео на этом канале, потому что там будет очень много вещей, которые знают все. Что ж, мои дорогие, все на сегодня. Такая выдалась неделька. Ваш миллион поцелуев без подготовки, без всего такого остального. Я вас невероятно люблю. Благодарю вас за то, что вы были со мной. Оставайтесь на здоровье, красиво, позитивно и наше блога недельковской волне. И мы с вами заодно увидимся. Всем пока! Кстати, сегодня снимала довольно-таки долго, мне кажется, два часа, и я ни разу не припудривалась. Блеск, конечно, появился, но мне кажется, что он все-таки больше выглядит как сияние, чем такой какой-то жирный блеск. В общем, если вам тоже так кажется, мне кажется, это еще один повод на следующей неделе ждать видео с советами от Уэйна Госса. Потому что делаю все по его технике. Ну, наверное, теперь уж совсем точно все на сегодня. Всем пока!